В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялась встреча студентов с психологом-активистом Светланой Изамбаевой на тему «Проблема ВИЧ спит в зеркале СМИ». Проблема ВИЧ хорошо изучена на сегодняшний день, и медицина позволяет инфицированным полноценно жить, работать, создавать семьи и иметь здоровых детей. Психолог рассказала, что живет с ВИЧ уже 17 лет и ведет активный образ жизни. «Я живу с ВИЧ 17 лет, и из этих 17 лет я 13 лет на лечение. Вот мои лекарства, которые я ношу с собой каждый день, получается. Я принимаю утром одну таблетку и вечером две таблетки. И эти лекарства, три таблетки в день, позволяют мне жить, радоваться, путешествовать». Большое внимание было уделено отношению общественности к ВИЧ-инфицированным. Светлана Изамбаева отметила, что одной из главных проблем ВИЧ-инфицированных сегодня является дискриминация в обществе и отсутствие поддержки. Очень важным здесь является формирование правильного отношения молодежи к ВИЧ-инфицированным с юного возраста. Для того, чтобы легче и интереснее рассказать об этом, мы создали такую книгу. Это первая книга в Российской Федерации вышла. Это книга «Помощник равный равному», которая рассказывает истории ребят, которые живут с ВИЧ-инфекцией с рождения. Много лет журналистика рассказывала о ВИЧ, что это страшно, что это смерть. Вы, как журналисты, можете рассказывать это интересно. Поддержку можно получить в спид-центре и его филиалах. Там анализ на ВИЧ задается анонимно. Специалисты центра оказывают комплексную помощь и помогают ВИЧ-инфицированному продолжить полноценную жизнь. С ВИЧ-инфекцией, если при правильном грамотном лечении человек, который живет с ВИЧ, он не может заразить другого человека, если он пьет препараты. Этому исследованию всего два года. То есть, если человек с ВИЧ-инфекцией принимает препараты, он не может заразить полового партнера, так как у него вирус в крови ноль. Помните, что здоровье нации зависит от каждого из нас. Валерия Муратова, Ленарда Влесьяров, Универньюс.